Нелфи Кудохавун, Насляхи Вачунугу, Кинеза Бутхалию, Жиндир, Уллоканам Улмруги, Иллю Исфиттура, Хаду Цалу Хаду, Кинемниги, Заманги, Исламатлиги, Даги Санатиклолиугу, Идирс Хаджирайвугу, Памушик Муфтия. Дорогой Джамат, братья и сестры, учитывая те пагубности, плохие привычки, что часто стали распространяться в сегодняшний день, что не было у наших дедов, у бабушек, среди молодежи, очень участились такие пагубности, такие плохие привычки, развлекательные, такие другие игры, что портит их жизнь, что приводит к плохим итогам, к плохому концу. Учитывая все этот момент, я бы хотел важность правильного воспитания, важность нашего переживания друг за друга, необходимость взаимопонимания, взаимоуважения. Не только, чтобы мы думали каждый о себе, чтобы мы все друг за друга переживали, переживали за общество. Самое главное, чтобы переживали за нашу веру, что нам целости, сохранности передали наши отцы, и каким образом мы передадим нашим детям. Если спросить сегодня каждого, кто здесь присутствует, каким бы мы хотели завтрашних наших детей дагестанцев увидеть, каким бы мы хотели наше общество Дагестан завтра, чтобы было, мы все, наверное, не задумываясь, скажем, достойными патриотами, патриотами, религиозными, благонравными, которые, как и наши предки, хотим увидеть. Но это зависит сегодня от каждого здравомыслящего му'мина, от каждого из нас это зависит, не исключая никого. Нельзя думать, я один, что я могу делать. Каждый, вот здесь, например, более ста человек, это большая команда, это большая сила. Для чего, в каком пути? Для пути нравственности, чтобы прививать в сердца этих маленьких наших детей благой нрав. Для этого, для успешной работы, самое главное сегодняшний день, это отсутствие вражи между нами, отсутствие зависти между нами, отсутствие всякого рода разделений между нами, и почувствовали братство друг к другу. То братство, о котором Аллах в Куране сказал, о котором Пророк, саллиллах али-васалям, слезами на глазах, в хадисах сказал. О важности этого я несколько примеров приведу, чтобы мы поняли, непростую вещь это братство. Какую значимую роль играет в нашей религии братство. Вот обратите внимание, вот самое главное в нашей жизни, целью, что является, это что? Это довольствие Аллаха и Его любовь. Чтобы заслужить, вот самое ценное, что, к чему мы стремимся, от ибадата, от жизни, от работы, от всего, это цель, довольствие Аллаха. Чтобы получить это довольствие, основной причиной, инструментом, ключом к этому, после уверования во Всевышнего Аллаха, является наше с вами друг к другу налаженное отношение, наше с вами друг к другу уважительное, гармоничное отношение. От этого зависит основном. И это невыдуманные слова. Этому есть много хадисов, доводом, что служит. Один из них является хадис, который передает Али Асхаб, радия Аллаху Анну, от посланника Аллаха. Салли Аллаху Алию Васалям. От Аллаха сообщается, обрадуй тех людей, кто полюбил ради меня другого моего раба. Аллах обязуется, Аллаху Та'ала на себя берет, что он полюбит его. А Аллаха любовь, это является то, от которого зависит хороший конец или же плохой конец. Хороший конец или плохой конец определяет человека вечное счастье или же несчастье. Он вечно в раю будет или же в аду будет. Чтобы получить это, вот видите, Аллаху Та'ала условием сделал наша любовь другим людям ради Аллаха. Не ради родственных уз, не ради каких-то благ мирских, лишь ради того, что он является созданием Творца, что он является верующим му'мином, братом нашим. За это, если мы полюбим его, не на словах искренне, а полюбить человека, что означает? Пожелать ему того, всего, что желаешь самому себе. Этого человека Аллаха на себя взял полюбить. А кто сможет заслужить любовь Аллаха, у него охир хороший будет, хусну хатимат будет. Чего нам надо бояться больше всего? И дальше этого финиш у нас какой? Рай и ад. Чтобы войти в рай, тоже после веры во Всевышнего Аллаха и в Судний день первым рассматривается наше с вами друг к другу отношение. От этого очень многое зависит. Этому тоже доводом служит хадис пророка, саллиллаху али вассалям. Абу Дарда, сподвижник, однажды подошел к пророку, саллиллаху али вассалям, и сказал, ау Синия, Расулли Аллах, саллиллаху али вассалям, почему бы не завишать мне, о посланник Аллаха, если какой хороший амал я сделаю, этот амал меня приведет в рай. Посланник Аллаха, саллиллаху али вассалям, много слов не сказал, он одно слово сказал, ла тагдаб, ты не злишь на людей, если ты сможешь не злиться на людей, это тебя приведет в рай. Видите, дорогие мои братья, мы на кого злимся? Мы же на невинного человека не злимся, на невиноватого человека мы не злимся. Мы злимся, когда этот человек конкретно тебе помешал, создал помеху, создал дискомфорт, неудобство, притесняет тебя, оскорбляет тебя или же вредит тебе, тогда мы злимся. Если человек тебе ничего плохого не делает, за что на него злиться? Правильно же? Мы же не злимся просто так. Вот пророка слова, саллиллаху али вассалям, не злиться, имеется в виду как раз на того человека, кто вредит тебе, на него не злис. Вместе того, чтобы злиться, сабур делай, помилуй, просты, дай опомниться шанс. Если ты этого сделаешь, шаг уступку, шаг назад, шаг мягкости, милосердия, сочувствия, дашь ему шанс опомниться, когда ты можешь наказать, когда ты можешь ответить злом на зло, но ты этого не делаешь. Это тебя приведет в рай. Видите? А чтобы защититься от ада, то же самое. После куфра, после ширка, самое большое количество в ад подвергнет масса людей, из-за чего? Из-за вульму, из-за притеснения одного над другим. Из-за этого зуму самое большое количество людей в ад попадут. Вот здесь тоже опять-таки мы видим наши с вами отношения. Долго не буду задерживать, вот если резюме, заключение, если делать вот этих трех вещей. Что мы получаем? Что мы понимаем? Самая ценная целью, мечтой, что является для нас в этой жизни получить любовь и довольствие Аллаха, основным условием мы видим наше с вами исправленное отношение друг к другу. Чтобы привести в рай, мы с вами опять-таки видим, это зависит от нашего с вами друг к другу отношения. Чтобы мы не злились друг на друга, чтобы мы не ругали друг друга, чтобы мы не наказывали друг друга, чтобы защититься от адского огня, тоже мы видим условием является, чтобы мы не притесняли друг друга. Сегодня мы ценим ли столь важные, значимые вещи в братство в Исламе должным образом, как от нас Ислам требует. Если Аллаха довольство, рай и защита от адского ада зависит от нашего с вами исправленного или же испорченного отношения, какую роль в Исламе должно наше с вами друг к другу отношение занимать? А когда человек вот такой важной роль, что играет в братство в Исламе, выбрасывает и топчет под ногами, не ценит ее, ученые Ислама предупреждают нас соразмерной этой награды, наказание ожидает того человека, кто не ценит это братство, кто играется с этим братством, кто не считается братством Ислама. Пусть Аллаху Та'ала нас сделает из числа тех, кто обрадует пророка, сохраняя братство в Исламе. Это один из последних воссиятов пророка, слезами на глазах, то, что он завишал нам. Он сказал, муслим другому муслиму, харам, его кровь харам, его имущество харам, его честь харам. Не трогайте, это запретные зоны. Кто тронет это, это человек вышел против Аллаха и против пророка, слава салям. Вассаламу алейкум, арахмату лаи, варакату.